Приветствую вас, коллеги, друзья рыболовы, все мои зрители, подписчики. Ну, наверное, многие подумали, что крыша у меня спрыгнула, поскольку впереди лето, а у меня на съемке зимние поплавки. Но это совсем не так. Итак, сейчас я покажу как раз то, что просто необходимо для лета всем рыбакам нашей средней полосы. В чем это заключается? Это заключается в том, что мы сделаем самую чуткую снасть на любую некрупную рыбу. Или на, скажем, на любую очень осторожную рыбу. Что для этого необходимо? Для этого нам понадобится 6 зимних поплавочков, только это поплавочки с отверстием, с трубочкой с отверстием. Вот. И понадобятся стопорки. Но стопорки, вы все знаете, что у нас используются только самодельные, поэтому я вот сейчас подготовлю эти стопорки. Вот. 4 штучки. 5, 6, 7. Ну, пока может хватит, а если не хватит, потом еще добавим. И начинаем изготавливать снасть. Первое. Ставим... Ставим первый стопорок. Как ставить стопорок и как работают эти стопорки из трубочки. Я здесь рассказывать долго не буду, но вы сможете посмотреть. Тут будет ссылочка на видео, в котором это все подробно изложено. После того, как мы установили первый стопорок, ставим самый верхний поплавочек. Тот, который будет в снасти, самым верхним. Установили. Ставим следующий стопорок. Маленькие прыгают. И в очках даже не очень хорошо видно. Но я думаю, что мы это все равно все победим. То есть, сейчас мы ставим второй стопорок. Есть второй стопорок на месте. То есть, вот один стопорок, поплавочек и следующий стопорок. Теперь идет второй поплавок. И секрет этой снасти как раз состоит в том, что мы будем использовать вот эти все шесть поплавков. Как она будет работать? Она будет работать таким образом. Огрузку произведем так, чтобы третий стопорок установил, поднял. Огрузка будет работать таким образом, чтобы три поплавка находились под водой, а три поплавка над водой. Ну, или, вернее, плавали на поверхности воды. Вот так будет точнее. Что-то у меня дождь собирается и совсем темно стало. Ну, я думаю, видно, да? Я ставлю очередной стопорок. Это уже четвертый стопор я поставил. Ставлю следующий поплавочек. Это будет граничный поплавок, который будет отделять те, которые будут на поверхности, вот эти три поплавка. А этот будет уже первый из тех, которые будут под водой. То есть, как только он будет появляться, значит, рыба приподнимает приманку. Поэтому я его по цвету разделяю. Эти красненькие, а этот желтенький. И продолжаем, продолжаем сборку оснастки. Оснастка очень оригинальная, очень чуткая. И она поможет вам поймать самую осторожную рыбку. Следующий. Ну, и я еще хочу сказать, что эта съемка больше демонстрационная. То есть, у меня здесь леска достаточно толстая. Не та, которую я буду применять на рабочей оснастке. Но для того, чтобы вам было хоть как-то видно, хоть чуть-чуть, что это собой представляет. И сейчас я попробую рассказать, как это будет работать. То есть, нужно расставить таким образом поплавки, чтобы каждый поплавок имел ход, скажем, ну, где-то сантиметр-два. Вот. В таких пределах. Один-два сантиметра, один-полтора сантиметра, каждый поплавок должен иметь свободный ход между стопорками. Вот. Вот получилась такая гирлянда. Как она будет работать? Ну, естественно, мы ее грузим. Мы берем грузик типа скользящего, но протягиваем в него леску три раза в одном направлении, как прошиваем. Вот. И получается следующая картина. То есть, привязывается поводок с наживкой, с крючком с наживкой, и забрасывается вот эта снасть в воду. Что получается? Получается, что груз подобран таким образом, что три поплавка тонут, находятся под водой. А три поплавка плавают по поверхности. Вот так. И что получается? Получается, что рыбка, когда у нас начинает клевать, то если идет потяжка вниз, то получается, что тонет один следующий поплавок. И на поверхности остается только два. Мы сразу фиксируем поклевку. Но поскольку вот такой вот мельчайший поплавочек рыбки утащить очень легко, она не замечает того, что она уже фактически готовится на крючок. Если же в том случае, когда вот из рабочего состояния у нас рыбка клюет на подъем, то у нас получается, что начинают всплывать нижние поплавки. И мы тоже сразу по количеству всплывших на поверхность поплавков мы сразу фиксируем, что рыбка взяла на подъем. И то же самое. Наша подсечка и рыбка в садок. Мы план рыбалки выполнили. Вот такая снасть является самой чуткой, самой нежной и самой продуктивной по мелкой и осторожной рыбке. Такую снасть тоже, как только будет возможность выйти на открытую воду, я обязательно покажу эту снасть в действии. Как делать стопорки из трубочки, ссылочка была вверху, можно было посмотреть. Ну а здесь я, кроме того, добавил еще вопрос такой, что почему скользящая грузила с три раза пропущенной леской. Потому что мы всегда сможем отрегулировать глубину. То есть мы опять можем расслабить леску и перетащить грузила куда-то на другое место. То есть либо подальше от поплавков, либо ближе к поплавкам подвинуть. Но через три раза пропущенная леска уже не дает грузилу сдвигаться. Если только два раза пропустить, то еще грузила может двигаться. Ну я могу сейчас это показать. То есть вот я один оборот сейчас вытаскиваю. То есть здесь осталось только два раза пропущенная леска. Вот такое грузило можно передвигать. А когда мы заводим леску третий раз, то это уже фиксирует груз на леске и он уже не двигается. Вот такая нехитрая хитрость, которая тоже может пригодиться. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите мои видео. Если вам нравятся мои видео или вы считаете их полезными, ставьте пальчик вверх. Приглашайте своих друзей тоже подписываться на мой канал. Я комментируйте. Я всегда отвечаю на комментарии. Также жду вас, ваших друзей и новых подписчиков на своем канале. И буду показывать еще много интересных видео, полезных для рыбаков, для рыбалки. На этом сегодня я заканчиваю. Пока-пока. Продолжение следует...